Здравствуйте, я Андрей Кофтон и приветствую вас в рубрике Лайт Ньюс. Сегодня я вам расскажу о двух копиях на Huawei Mate 7 от малоизвестного производителя Landvo. Название смартфонов L600S и L600 Pro. Сами из себя девайсы являются уменьшенными копиями Mate 7. Внешний вид двух этих новинок полностью идентичен, отличие только лишь в железе. Какое именно, посмотрим немного позже. Для начала мы ознакомимся с внешними данными гаджетов. Устройства будут иметь три цветовых решения. Темно-серый, серебристый и золотой. На лицевой панели в нижней части расположились три привычные нам сенсорные кнопки, в верхней части фронтальная камера, стандартные датчики и разговорный динамик. На тыльной панели расположилась 13-мегапиксельная камера, вспышка, сканер отпечатков пальцев и динамик. К сожалению, о материалах корпуса пока что ничего не известно. Но исходя из ожидаемой стоимости, вероятнее всего это будет пластик. Внешние данные девайса были довольно ожидаемы, ведь это копия на Mate 7. Поглядим же на жилеты. Сначала мы рассмотрим техническую часть модели L600S. Размер дисплея будет составлять 5 дюймов с разрешением HD. За работу ответит 4-х ядерный процессор MTK6732. Количество оперативной памяти составит 2 гигабайта, встроенной 8. Тыльная камера будет равна 13 мегапикселям фронтальной 5. Также будет поддержка двух сим-карт. За автономность ответит аккумулятор емкостью 2500 мАч. Из дополнительных функций поддержка OTG. Далее мы рассмотрим характеристики L600 Pro. Размер дисплея составит все те же 5 дюймов. С матрицей IPS и разрешением HD. За работу будет отвечать 8-ми ядерный процессор MTK6752. Количество оперативной памяти составит 2 гигабайта. Встроенной 16 плюс лоб для расширения с помощью карты microSD. Тыльная камера составит 13 мегапикселей, фронтальная 5. За автономность ответит аккумулятор емкостью 2500 мАч. Толщина корпуса будет равна 8,4 мм. На мой взгляд, довольно-таки интересные новинки, учитывая, что их стоимость будет довольно демократичной. Также мы попытаемся узнать у производителя о материале корпуса. Ведь если в качестве материала будет использоваться металл, устройство будет поистине интересным. Ну а пока что мы ждем подробностей и первых отзывов от владельцев. Мы уже ведем переговоры по поводу образца. Возможно, он появится на студии для полного обзора. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Читайте и твитте текстовые новости у нас на сайте. С вами был Андрей Ковтун. Специально для Android News. Да прибудет с вами Android.